В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Станислав Катаров проверил состояние инфраструктуры в Центральном парке. Есть пожелание изменить некие цветовые гаммы скамеек, поменять урны. Акция «10 тысяч шагов к жизни» собрала сотни жителей муниципалитета. Все встретились ежегодно, традиционно, для того, чтобы открыть наш новый активный сезон. На стадионе «Металлург» прошла первая игра Кубка Московской области по футболу. Игра отличная, подошел в середине первого тайма. Апрель в муниципалитете объявлен месяцем чистоты благоустройства. В преддверии летнего сезона все парки приводятся в порядок. Чтобы проверить ход работы, оценить состояние инфраструктуры, Центральный парк посетил глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Аттракционы, дорожки и тротуары, детские игровые и спортивные площадки. От внимания главы муниципалитета не ускользнула ни одна деталь. Были даны поручения привести в нормативное состояние всю парковую инфраструктуру. И уже сейчас коммунальщики активными темпами убирают и моют, ремонтируют и обновляют. Есть пожелание изменить некие цветовые гаммы скамеек, поменять урны. Есть пожелание изменить некие цветовые гаммы скамеек, поменять урны. Смотреть, как жить без забора в некоторых моментах в тихой зоне. Навести порядок в отдельных уголках и в хоз двор. Напомним, что летний сезон в парках муниципалитета стартует 1 мая. В рамках Всемирного дня здоровья в парке Опаренке прошла акция «10 тысяч шагов к жизни». Девиз мероприятия «Здоровье для всех». Подробности у нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Всемирный день здоровья ежегодно отмечают 7 апреля. И эту дату выбрали не случайно. Именно в этот день была основана Всемирная организация здравоохранения. Для того, чтобы день провести с пользой, в парке Опаренке организовали спортивный праздник. Все активные движения города видны. Это беговые клубы, клубы северной ходьбы, активные долголетия. Все встретились ежегодно, традиционно, для того, чтобы открыть наш новый активный сезон. 5, 4, 3, 2, 1. Вау! Физическая активность – это доказанный способ укрепления здоровья, мышечного тонуса, замедления старения. Владимир Сухих по совету своей знакомой решил попробовать заняться северной ходьбой. Он очень доволен, что, несмотря на пенсионный возраст, может вести активный образ жизни. До 70 лет работал в Москве. Вволился в прошлом году, 70 лет. Думал, со скуки сдохнул на пенсии. Оказалось, что нет, жизнь идет лучше, веселее. Настроение у нас отличное. Мы всегда рады ходить и всегда за Ленинский район ездим и в районных мероприятиях, и в областных участвуем. Поэтому наша команда всегда впереди. Ура! И так совпало, что именно в этот день специалист Центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский» Людмила Лозинская принимала поздравления с днем рождения. Людмила Васильевна, от нашего дружного коллектива поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам здоровья крепкого и дальнейших успехов на дне. Спасибо! Как известно, здоровье нужно беречь с детства. Юные участники акции это хорошо понимают. Поэтому с большим удовольствием приняли участие в маршруте здоровья. Иван Лощинин занимается в спортивной школе «Вымпел» и мечтает стать профессиональным спортсменом. Благодаря подготовке он занял первое место в своей категории. Была легкая борьба. Сначала бежала маленькая девочка, я ее обогнала. И это было очень легко. Всем участникам акции «10 тысяч шагов к жизни» вручили памятные медали. Юлия Астаферова, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ. Всемирный день здоровья отметили и в детской поликлинике. Сотрудники провели лекции и мастер-классы на тему правильного образа жизни. О том, как прошло мероприятие, наш следующий сюжет. Центр здорового ребенка на базе детской поликлиники работает довольно давно и успешно. Его главной задачей является обследование детей и подростков для выявления заболеваний на ранней стадии. В этот центр могут обратиться пациенты со второй группой здоровья без хронических заболеваний. Виды обследований предлагают очень разнообразные, такие как комплексные обследования на аппарате «Кардиовизор». Это функция сердечно-сосудистой системы. Также биоимпедансметрия – это определение соотношения белков, жиров и мышц воды в организме детей. Спирометрия – для определения объема легких и жизненной емкости легких. Также антропометрия – это определение роста веса детей. И они у нас проходят программное тестирование на компьютере для определения психологического состояния. По случаю Всемирного дня здоровья сотрудники центра провели мероприятие для детей и их родителей. Опытные специалисты рассказали о том, как вести здоровый образ жизни. Напомнили детям и подросткам о правильном питании. Врач-офтальмолог показал гимнастику для глаз. А инструктор по лечебной физкультуре провел занятия для профилактики плоскостопия. Сейчас поднимаем вверх, да, все подняли пальчики, стоим на полной стопе. Нет, на пяточки вставать не надо, поднимаем только пальчики и опускаем пальчики обратно. Еще разочек подняли, да, пустили. Данное мероприятие проводится для того, чтобы привлекать детей, их родителей к теме здоровья, потому что нужно беречь здоровье с молодостью. Благодаря лекциями и мастер-классам от врачей, родители юных пациентов узнали для себя много полезной информации. Я вынесла для себя очень много о правильном питании. Оказывается, у нас в поликлинике появился кабинет здоровья, где можно обследовать ребенка. То есть для этого нужно обратиться к своему педиатру, либо к любому узкому специалисту. Мероприятие очень интересное, мне нравится. У меня есть еще старшая дочь, подросток. Много для чего себя услышала. Поэтому обязательно пройду с ними, приду в Центр здоровья и пройдем с ними обследование. Не обошлось и без творчества. Детям предложили поучаствовать в конкурсе на лучший рисунок на тему «Папа, мама, я – здоровая семья». По завершении мероприятия все ребята получили призы. При возникновении экстренных ситуаций важно знать, как действовать, чтобы обезопасить себя и при этом не поддаваться панике и стрессу. В Центральной библиотеке прошла антикризисная встреча, на которой эксперты рассказали, как вести себя во время чрезвычайных происшествий. При поддержке местного отделения организации «Опора России», администрации городского округа, общественной палаты и сообщества предпринимателей прошла встреча, нацеленная на просвещение граждан в вопросах собственной безопасности. Все эти моменты, которые надо бы знать, желательно знать всем жителям, не только Ленинского городского округа, но и России, как в тех или иных ситуациях себя вести, как действовать. Зачастую не все знают, как себя правильно в той или иной ситуации вести, поэтому это востребовано на данный момент. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Олег Савченко рассказал об использовании огнетушителя и о том, как действовать в случае возгорания. Мы, как орган надзора, хотим довести основные меры безопасности, как действовать данным людям, которые находятся непосредственно на объекте, либо посетителям, как организовать безопасную эвакуацию, какими средствами, способами. Помимо знаний правил безопасности, важно сохранять спокойствие и не поддаваться стрессу. Как оберегать себя психологически и справляться с тревогой, рассказала кризисный психолог Татьяна Славко. У всех разные реакции, но зная, как с этим работать, как справляется психика, людям уже легче будет выходить из этого состояния. Причем мы сейчас дадим простые техники по дыханию, по телу, как состояние переформатировать, передергивать, и люди уже будут уходить с готовыми техниками домой. Я, как кризисный психолог, как просто гражданин своей страны, считаю, что очень важно сейчас вести такую просветительскую работу. Такие встречи с сотрудниками МЧС и психологами проводятся в Ленинском округе регулярно. Они просвещают граждан в вопросах безопасности собственной жизни. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Для любителей футбола появилась новая возможность посмотреть игру с трибун стадиона «Металлург». Одноименная команда принимает участие в розыгрыше Кубка Московской области. О том, как прошла первая игра, расскажет Дмитрий Книга. На стадионе «Металлург» состоялся первый матч розыгрыша Кубка Московской области по футболу. В одной восьмой финала наша команда встретилась с гостями из Латкарина. Перед стартом сезона состав «Металлурга» пополнили футболисты, поигравшие в профессиональных лигах. И теперь команда представляет собой сплав молодости и опыта. У нас появилось порядка пяти человек и люди, скажем, поигравшие в футбол, прошедшие школу и высшей лиги, и первой лиги, и второй лиги. Так что мы, я считаю, что в этом году достойно усилились. Игра началась с преимущества нашей команды. Видновские футболисты комбинировали и довольно легко проходили центр поля. Несколько результативных атак позволили быстро выйти вперед, а уже к 12-й минуте матча табло фиксировало результат 2-0 в пользу «Металлурга». Игра покажет, что представляем мы из себя на сегодняшний день, что представляет из себя наш противник, к которому мы относимся с уважением и с пониманием. Тем не менее, латкаринские футболисты быстро пришли в себя и начали оказывать давление на ворота «Металлурга». До конца тайма им удалось отквитать один мяч. Несмотря на прохладную погоду, поддержать нашу команду пришли болельщики. В пас играют хорошо, голы забили, молодцы. Вот, допустим, сейчас атака, почти третий. Мне все нравится, молодцы ребята. Я, конечно, не профессионал, еще только, скажем так, учусь, узнаю правила, но визуально все супер. Игра отличная, подошел в середине первого тайма, слышал, что 2-0 выигрывает «Видное». Я завидно переживаю, болею. Во втором тайме команды продолжили играть в обоюдоострый футбол с небольшим преимуществом видновской команды. Третий мяч «Металлург» забил с пенальти, тем самым установив финальный счет. Теперь наша команда сыграет в 1-4 финала Кубка Московской области. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!